ну что ждем пока все присоединятся продолжим наш эфир всем доброго времени суток вторая часть эфира у нас привет кто-то пишет привет привет ну что будем смотреть как наш тортик стабилизировался все ли с ним в порядке присоединяются все добрый-добрый всем-всем доброго времени суток продолжим наш три минуточки задержалась прошу прощения привыкла что у меня постоянно дома есть продукты айда кинулась творожного сыра мало открываю банку а то 100 грамм пришлось нужно быстренько магазин гонять за творожным сыром вот так что внутри минуточки задержалась прошу понять и простить всем доброго времени суток ну что продолжим так вот такой виолета мне привез муж такой баночки хоть вот таким творожным сыром хоть вот таким творожным сыром хоть кукин шефом можно пользоваться соскучилась по вам по вашим эфиром карелия спасибо мне очень приятно спасибо большое но ты что я сексуальная кто там пишет я и так знаю спасибо за комплименты мужчины тут начинают ну что хорошо когда муж рядом ну да помощник конечно куда же деваться надо помогать друг другу и так жить легче правда же взобьем на все у нас будет именно на сливках сюда можно использовать любой крем если вы будете дамбу делать все ли вам хорошо видно скажите я уже подготовила какао масло и малину красивучую малину для декора я пока уберу это в сторонку так все ли у меня тут в порядке все ли хорошо видно бисквит готов ура отлично мы готовили йогуртовый торт сейчас мы его будем декорировать уже первая часть сохранена в гтв тоже на страничке марафона мы разместим дамба это когда не соприкасается у вас внутренний крем с внешним вы делаете либо борт из крема либо из бисквита при сборке да вы знаете существует несовместимость кремов например на нестабильный крем такой вот как бомбир или заварной у нас любят налепить ганаш это вот прям прям мысли налепить а и здесь ничего не получается потому что нестабильный крем по плотному ганашу который тоже застывает на тортике он начинает ездить в этом случае тут не совместимы эти крема либо мы делаем дамбу изолируя крем друг от друга чтобы эти крема не соприкасались при сборке тортика корж по краю из мешочка бортик там буквально меньше сантиметра сантиметр крема такой какой будет финиш и внутри ваш нестабильный крем так как у нас крем на суфле йогуртовой на желатине здесь ганаш не подходит либо если мы хотим все родное вот туда до намазать то мы должны делать вот такую дамбу изоляцию у меня несколько миксеров в данном случае вот в эти сейчас я работаю кичин эйда в газовой духовке пекла сразу два коржа замечательно если у вас все получается отлично у меня многие ученики в газовой духовке даже макарон пекут ну дело даже вот не так в духовке как с ней подружиться когда ты ж моя хорошая мне ж надо сегодня вот вот такие коржи воздушные замечательные все подружиться с температурным режимом подружиться с ней ящи со своим инструментом разговариваю вот они хорошие они же наши палочки-выручалочки да и венчики ломаются да ты уж мои хорошие наш они ж дорого стоят вот с ними аккуратненько надо и все у вас будет получаться делайте свою работу с любовью они со злостью не хотя потому что надо я знаю что такое потому что надо когда нет желания стали утром сказали я самая красивая и с хорошим настроением пошли работать вот ой я много всего знаю только в одном эфире этого всего не рассказать с моим опытом 18-летним кондитерским тут даже наверное за год не рассказать и век живи век учись сейчас все новомодное надо усовершенствоваться я тоже люблю учиться вот ну что давайте взбивать крем я уже взвесила 100 грамм сливок и насыпала туда 60 грамм сахара так как я работаю на сахаре а не на сахарной пудре я если особенно крупный сахар я сливки сахаром соединяю даю минут пять постоять потом туда добавляю творожный сыр и взбиваю и прекрасно все растворяется если сахар мелкий этого делать не нужно я завтра на мастер-класс записался отлично супер с духовкой разговаривал молодцы правильно свой свое оборудование свой инструмент и его любить нужно и у вас будет все без проблем получаться несу чашу миксера которая у меня уже подготовлена вот я уже подготовила здесь 100 грамм сливок сахара и творожный сыр у меня вот такой сегодня виолетта цена мастер-класса какого вы имеете ввиду онлайн живого какой-то город почему нельзя сахарную пудру использовать а кто сказал что нельзя можно но сахар дешевле и результат не хуже я не сказала что нельзя я просто использую везде сахар я в рецепте крема сахарным я теперь тоже видя в рецепте но тут уже дело каждого что класть просто это дешевле а результат не хуже даже иногда и лучше я солью немножечко и как раз у меня идет сюда 400 грамм творожного сыра вот здесь пачки 400 грамм поэтому я даже не взвешиваю холодные все продукты очень холодные должны быть надеюсь что супермаркета у нас и холодный банка холодная по крайней мере щепотку еще ванилина мы сюда насыпем кристаллический ванилин совсем немножко нужно а то будет горечь у вас и взбиваем вот такой насадкой я буду наносить крем на торт у меня теперь только сахар девочки которые у меня обучаются уже давно полностью перешли на сахар полностью объединяю до однородного крема скорость увеличивая я уже под шпателем приготовила вот мой крем объединился однородный густой посмотрите какой он густой что у нас печка не падает если продукты будут вас очень холодные вас проблем с кремом никогда не будет сахар это сила ну и переложу в мешочек вот у меня насадка да на сахаре крем супер знаю я пудру раньше использовала я пудру раньше использовала какой фирмы ваш планетарный миксер китченейт перекладывая свой крем белый торт сегодня делать у меня акцент будет на малину и на золотые брызги посмотрите какой он густой стабильный крем номер насадки 127 128 это роза это большая роза можно взять дорожку не обязательно розу ну что несём тортик я сняла из него кольцо чтобы охлаждение шло побыстрее так как у нас не на ночь торт да отправлялся всего на три часа и я ему на полчаса забрасывала еще в морозильную камеру чтобы наши суфле быстрее схватилась а то бы я его не успела отфинишировать что такое китчен это фирма миксера китчен эйт арестан сейчас покажу вот что такое китчен кто спрашивает это фирма миксера тяжелого хорошего миксера я пропустила в креме кроме сыра что еще идет сливки и сахар 100 грамм сливок 400 сыра и 60 сахара несу торт все отлично смотрите как у нас схватилась замечательно кто спрашивал можно ли наносить вот посмотрите как он схватился по краям по крайней мере точно будем разрезать посмотрим что внутри за ночь конечно все отлично схватилась рецепт будет позже я еще не диктовала мощность 350 у китчен эйтов 350 это мощнее чем у китфордов 1600 торт йогуртовый ванильный йогуртовый ну что я не делаю черновое покрытие вообще я упрощаю себе жизнь я сразу наношу вот из этой насадки плотно прилегает сразу финишное покрытие вот таким образом мы еще с вами будем красивую животу делать вырезать дырочку и класть туда малину перекладываю оставшийся крем и полностью обмазываю торт и буду его выравнивать сначала выравниваю потом буду делать дырочку которая у меня нужна живото правильно называется все заполнила у меня практически в мешке ничего нет совсем совсем маленькая капелька она мне пригодится для моей вот еще трещины этой можно выравнивать вот таким шпателем можно выравнивать таким шпателем но китфорд никак я не отношусь никак к нему это пластиковый миксер но за неимением никакого и китфорд будет хорошим диаметр торта у нас 18 если вы шпатель ставите под углом 45 градусов и крутите поворотный стол у вас проблем с выравниванием не будет насадка очень плотно наносит всегда к тортику чтобы она прилегала и выравниваем кручу поворотный стол а рука стоит на месте если мне где-то не хватает я добавляю я добавляю крем я не снимаю вот все что у меня тут было по минимуму вот я вот здесь вот добавила и ровняю дальше водой очень хорошо уравнять тортики когда уже практически к верху перехожу тут не имеет значения откуда вы начинаете сверху снизу тортик у нас еще такой не совсем застывший но мы же профессионалы мы же его выровняем у нас кто учится в пакете профи только начинают учиться я им говорю вы же профессионалы у вас уже все должно получаться и у девчонок все получается мысли материализуются не надо думать о том что у вас не получится все у вас получится вот здесь еще немножечко пограю где мне не нравится уголочки довожу и шпателем еще по краю пройду потому что сейчас я вопросов ваших пока не вижу выровняю сейчас тортик потом отвечу очень плотный хороший такой крем получился вообще на сливках для транспортировки я не очень люблю в летний период особенно я не люблю этот крем он менее стабилен для транспортировки и более соленый прохожу еще по краю и будем заравнивать уголки вот у меня практически нет кончиком шпателя захватываю и завожу все что остается в серединку можем оставить вот эти вот края как сейчас новомодные края краешки золотишком проходятся серебришком вроде как задумано было вот так сейчас еще вот этот бачок подровняем и можно вырезать дырку в которой мы будем укладывать нашу жилоту высота торта была 12 с половиной сантиметров мы мерили без финишного покрытия ну 13 сейчас есть 18 в диаметре сейчас я аккуратно вытру уберу ну и теперь мне нужно вырезать сейчас хороший ножичек найду взвесьте пожалуйста да у меня личная проблема я забываю взвешивать торт сейчас мы оттарим посуду это чтобы не видно было сколько он у нас весит без декора 2400 ну вместе с подложкой включи кондиционер пожалуйста жарко 2400 у нас тортик без с подложкой вместе йогуртовый торт внутри первую часть можно пересмотреть с таким сыром разжижается через несколько минут почему вы наверное перебиваете его сейчас я куда-нибудь этот кусочек который вырежу я вот где мне хочется да вырежу черная точечка где мне хочется обычно я выбираю самую косячную сторону если мне вот надо там декор ну бывает что нет косячных сторон а бывает что есть да поэтому выбираем весы ой я даже не знаю какой фирмы вот такие весы да тут какие-то буквы написаны даже фирма не написано ну что давай вот тут вот так вот вырежем вот я себе пометила я вот так хочу вырезать видите вот я себе пометку сделала хочу вот здесь вот вырезать аккуратненько тортик тортик свежак он даже толком еще не постоял нежный нежный конечно это делайте лучше на ночь как положено чтобы он отстоялся вырезаю кусочек буду красоту декорировать нежнятина даже бисквиты еще не застыли сейчас покажу что я тут на вырезала вот так будем сюда красивые малинки втыкать вот смотрите что я вырезала видите какую дырочку я вырезала остатками крема мне нужно там тоже промазать и растопить какао-масло вот здесь немножко какао-масло но я не успеваю на все вопросы ответить к сожалению какао-масло сейчас растоплю все что я тут диете растопим какао-масло и остатками крема я заполню так сейчас я на шпатинг выдавлю вот это пространство мне нужно промазать чтобы у меня бисквит здесь голый не был я буду сюда крепить малину на какао-масло аккуратненько промазываем раз гавкалась на улице наша собачка я открыла двери и окна вот смотрите что я сделала пока у меня плавится какао-масло вот так смотрите что я да но это не изоляция просто как я малину даже на какао-масло на голый бисквит посажу никак а потому что какао-масло прозрачный вы можете взять шоколад вы можете взять глазурь в некоторых местах где крем сольется и не будет видно а в некоторых будет видно что малина с белыми да там шоколад там где-то лишний а какао-масло он прозрачный но можно на шоколад заменить и на глазурь но я объяснила почему именно потому что он прозрачный сейчас я двери закрою как раз какао-масло посмотрю вот он у меня топился практически дотопился кисточка у меня тут он сейчас дойдет горячая посуда он сейчас дойдет малина и я наверно с обратной стороны сейчас обойду чтобы вам было видно как я это делаю я вот тут вот сейчас вот так присяду да и вам будет видно как я все это буду делать вот мой какао-масло видно вам хорошо все белым на ягодах и видно нет он прозрачный фирма глазури я использую карибе фирму глазури но я буду вот так вот цеплять ой когда она застывает вы потом просто эти ягоды не отдерете он так хорошо держит если вам нравится пожалуйста вы можете взять шоколад глазурь мне будет больше понравилось на какао-масло мы на одном экскурсии сделали это на какао-масло прям отлично я только кончик мне вот нравится вот эти вот малинки именно вот не вот не вот таким образом да носиком а вот таким очень красиво мы еще золотом пройдем будет очень красиво вроде бы ничего особенного но интересно я сейчас отключу комментарии вот здесь вот вот и видно теперь будет все так ну что я думаю что всем сейчас все видно да продолжаем укладывать торт холодный какао-масло моментом же схватывается красивые ягодки выбираю ягода свежая замороженная нам не подходит замороженная будет течь для декора нельзя использовать замороженную для себя для семьи еще можно но вы должны понимать что она через время потечет ой когда пока прокрасим золотом это все сюда золото красному больше да подойдет не серебро а именно золото я тут так сама собой разговариваю сижу сама с собой да смотрите уже как получается интересно да ягодки сегодня на рынке свежие выбирала пока схватится какао-масло крем-чиз торт холоднее чем крем а когда это все схватится вот просто не отдерете как ёршик такой интересно сейчас будет когда мы доделаем все до конца ну а самое интересное что будет разрез правильно так придержу секунду пока у нас схватится я просто почему на какао-масло я попробовала один раз мне очень понравилось у меня не белеет ничего именно на ягоде если вы аккуратненько будете на шоколад на глазурь делать состав крема голубику морозить можно но для декора не некрасиво мороженая ягода вовнутрь да можно состав крема которые снаружи вконтакте здесь у меня пишут 100 грамм слива 60 сахара и 400 творожного сыра о посмотрите как интересно правда же сейчас мы это все красиво обрамление сделаем но вот мне хочется сюда добавить еще вниз я так вижу я художник я так вижу и мне хочется его продолжить иду на ту сторону беру золотой кандурин у меня кандурин золото сухое но я его развожу спиртом он нам ну если вы не будете аэрографом пользоваться можно и водкой и самогончиком крепким но запомните для аэрографа он не растворяется полностью и и будет забивать ваш аэрограф но так как мы кисточкой сейчас будем пользоваться я можно развести и водки но я только спиртом пользуюсь вот я совсем чуть-чуть пройду на некоторых по краешку посмотрите как будет смотреться так совсем немножко чтоб перебора не было тоже вот смотрите что у нас получается даже каждую можно не делать ну и хочу я еще по краю прям по краю крема у меня прям так кашицы здесь разведем вот так прям по краешку пройтись выделить все это торт прям свежо живой такой ну вы все должны понимать да что за три часа сборки торта времени отстояться было мало но мы все равно с вами молодцы нам нужно закончить сегодня вкусный эфир вот так сейчас я включу комментарии в инстаграме а то кому-то там мешали не было видно сейчас мы все включим и вы зададите вопросы смотрите что у нас получилось а еще мне хочется сделать вот так все много не будем делать а то будет перебор и наверно где-нибудь вот здесь вот пусть упадет до ягодка как будто она вот там сторону где-то упала там ветром ее так задуло еще можно так вот где-то ветром задуло мы же художники мы вот как видим вот так нам и хочется ну перебор делать не будем а то у нас акцента не будет на нашу животу ну что включаю комментарии иду за острым ножом пока вы пишете острый-острый ножик где мой острый ножик где-где острый ножик ну точить надо мало того что ножик должен быть острый еще и горячий еще и мокрый вот я именно так торт разрезаю горячим мокрым острым ножом я его не вытираю сейчас мы наточим ножичек сделаем его острый помоем в горячей воде пусть водичка немножечко стечет кипяточком помоем можно в кружечку прям набрать кипятка ну что скажите да первая часть эфира сохранилась смотрите ну просто же не сложно же правда с любой ягоды такое можно сделать с кольцом с кольцом отстаивался кольцо я сняла уже перед тем как поставила для ускорения в морозилочку холод быстрее без кольца схватывается а так с кольцом пока суфри не застыло спасибо что у нас тут горячая водичка нагреваем нож беру красивую тарелочку я наверное вот эту возьму о розовая тарелочка внутри у нас там что-то розовое да не переживайте вы не бойтесь разрез вырезать вот какую дырку вырезали вот такая и будет я же говорю вы художник вы так видите теперь не уснул ну что делаем разрез же да нам надо посмотреть что внутри четвертину буду вырезать сейчас нож пойду опять мыть чтобы следующий средусь был чистый чистый ножичек горячий мокрый тадам 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 что у нас тут получилось сейчас посмотрим замораживаем без ягод да можно замораживать с ягодами тоже можно но вы должны понимать что они потом потекут спасибо мы еще внутри не видели что там пау 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 ну что смотрим что у нас внутри Так, аккуратно ножичек. Малины много столько было, а в разрезе мало. Посмотрите, что у нас получилось. Все равно очень красивый разрез, на мой взгляд. Когда фотографируете, и вдруг вам что-то не понравилось, вдруг. Это делаете таким образом. Берете ягодку. Так все фотографии делаются. И где нужно, притыкаете. В суфле, конечно, сложно воткнуть. А вот в крем так раз и приткнули. Раз и приткнули. Ну, здесь, конечно, прям видно, что это срез с малиной. Следующий срез, давайте еще разрежем, посмотрим. Потому что там малина, да, где-то больше, где-то меньше. Выглядит аппетитно? Так, сейчас моем горячий нож. Еще хочу один срез сделать, посмотреть, может быть, в другом месте больше малины. Ну, конечно же, здесь малины больше. Опа, посмотрите, какой разрез. Сейчас я его поверну. Вот таким образом. Оп! Вот наш йогуртовый тортик. Кто все это есть будет? Я сейчас для семьи очень редко пеку, так как я постоянно на мастер-классах, в разъездах. У меня семья сейчас будет очень счастлива тортику. И у меня есть и мама, папа, братья, есть кого угощать и кормить, и у меня трое детей. Поэтому не переживайте, этот тортик всегда найдет свое применение. Нет, глазурь корибе бывает мелкая крошка, да, но она для декора только. А вот в галетках именно будет, будет рецепт везде, будет, не переживайте. Пока не было. Я же говорила, что рецепт будет с разрезом вместе. Дайте мне красиво сфотографировать его. Все это написать вам. Сегодня все будет, не переживайте. Семье повезло сегодня. Да, в 9 вечера на ночь глядя тортик, скушать кусочек и сказать, это мне на пользу. Я совсем от него сегодня не потолстею, потому что он с фруктами йогуртовый. Главное, самовнушение. А если мы будем есть даже самую диетическую еду и говорить, вот, я потолстею, так вы и от нее потолстеете. А нужно кушать тортики и говорить, это мне на пользу. И вы не потолстеете. Себестоимость торта, именно этого я не считала. Тут будет зависеть от ягоды, в сезон, не в сезон. Ну, до 600 рублей за килограмм, это точно. Это, по крайней мере, у нас в Краснодарском крае. Но регионы у всех разные, да, вы понимаете, что цены будут разные. Я двигаюсь к вам ближе, чтобы ответить на ваши вопросы. Бисквитных коржей толщина по 2,5 сантиметра. Получились. Получились. Почему не получается вытащить, так, что там не получается? Сейчас, сейчас вернусь. Вытащить половинки цветка лотоса, они прилипают к форме. Либо очень тонкую сделали, либо из чего вы делаете? Глазурь, шоколад, темперировали, не темперировали. Борг-миксер для меня это самый лучший миксер. Даже я раньше китченейт ставила на первое место. Сейчас я ставлю борг на первое место, китченейт на второе и кенвуд на третье. Микрио, ну, если вы его растопите, можно, конечно, использовать, но оно в 2-3 раза дороже обычного. Какой мастер, такие торты. Спасибо большое. В IGTV первого эфира нет. Я еще его не сохраняла в IGTV, так как телефон у меня один обновлен, другой нет. Он есть пока в историях. Будет. Все будет. Не гоните, пожалуйста, лошадей. У меня только две ручки. Все сегодня будет. И в IGTV обе части будут, и рецепт с разрезом следом же будет. Немножечко, пожалуйста, терпения. Спасибо. Не переживайте, все, что вы пропустили, вы сможете посмотреть в записи. Если ваш тортик молочная девочка, добавить ягоды? Можно, конечно, без проблем добавляйте. И 900, и 1200 у борга будет шикарной. Борг есть борг. Китченейт есть китченейт. Они все будут хороши, даже с самой минимальной мощностью. Даже в 2 часа ночи мне ответили, помогли решить проблему с карамелью. Но в 2 часа ночи я в основном отвечаю на все вопросы, потому что это свободное мое время. И за рулем. Вот. Уж прошу понять и простить тому, кому вдруг не ответила. Это не специально, это просто физически, может быть, что-то не успела, отвлекли, упустила. Стараюсь каждому ответить и не обидеть. В чем на ваш взгляд борг лучше кенвуда? Ну вот, например, у меня кенвуд с индукцией. Я очень недовольна венчиком кенвуда. Я очень недовольна размером чаши 6,9. Очень все грубое, тяжелое. У кенвуда все внутри венчики собирается. Либо, если включаешь миксер побольше, все на чаше миксера. Борг намного, на мой взгляд, это чисто мое мнение, удобнее, легче, компактнее, проще. Как подписаться на вас? Можно ссылку. Девочки, напишите, пожалуйста, кто-нибудь мой профиль. Я забыла сейчас во второй части прикрепить Ксюшу Лобачева. Пожалуйста, во сколько ночи вы ложитесь спать? Ну, когда в час, когда в два, когда в пять, по-всякому. Сегодня зарегистрировалась на мастер-класс. Ссылка не пришла. Ссылка, бывает, попадает в папку спам еще. Курсы кондитеров Оксана Лобачева. Да, а страничку мою, Инстаграм, пожалуйста, напишите. Не переживайте, те, кто пропустил. Меринговый рулет так пропустила вопрос, он исчез. Да, Ксюша Лобачева. Спасибо, Наташа, большое. Какао-масло можно использовать во второй раз? Конечно, да, вот. Вот у меня осталось, да, здесь. Я без проблем, его не надо хранить в холодильнике. А то у вас будет конденсат, и вы потом его не растопите. И так же, как и глазурь и шоколад, не рекомендуется хранить в холодильнике. От конденсата вы потом не растопите. Вот я на полочку сейчас положу, либо это все соберу в кондитерский мешочек, чтобы пылью не припадало, и положу на полочку. И без проблем у меня будет храниться. Вот сколько срок годности на упаковке какао-масло, там 6 месяцев, год, вот столько же он у вас может храниться. Посмотрите, я хочу вам показать, как крепко прилипла малина и никуда не падает. Вот она прям вот очень крепко прилипла. Прям замечательно держится. Вообще, видите, прям щетина такая. Вот я ее пальцами трогаю, никуда не отваливается. В кондурине только. Золотые ручки, пальчики. Как красиво смотрится, да? Я очень довольна, что обучаюсь на кусте мастер, планирую на профи. Добро пожаловать! Вы можете доплатить и перейти в пакет профи. И у вас он станет больше, и поддержка в чате будет со мной. Кетвод, вот, кстати, по кенводу, даже обычный кенвод намного лучше, чем с индукцией которой. Вот, но это я же, чисто мое мнение. Там поменьше чаша, поудобнее. Извините за такой вопрос, сколько вам лет? Ой, а мне всегда 25, и в душе и снаружи. Ну, а если честно, мне будет 42 года. Вот, три дочечки у меня. Большие и маленькие. 23, 19 и 7 лет. Ответьте пока, когда вы в Ставрополе будете? В октябре месяце. 19, 20, 22, 23 октября. Два курса подряд в Ставрополе и мест. Кстати, очень мало. Борг – это название миксера фирмы. Карибе – это глазурь, которая мне очень нравится для декора, и не нужно ее темперировать. И вам спасибо за ответы. Кого-то так интересовал мой возраст. Я всегда 25-летняя. Всегда. Вот. Спасибо. Ну, тут уже похвалы пошли. Надо же тортик продегустировать. Налить кофе, красиво сфотографировать. В Ростове-на-Дону 3-4 октября. Напишите мне в личку Ксюша Лобачева. Я вам отвечу. В Крым с удовольствием. Если организаторы пригласят, с удовольствием приеду и в Крым. Да, на YouTube-канал можно попасть через наш Топлинк. Абсолютно верно. В Ставрополе как записаться? Напишите мне в личку. Я вас отправлю на организатора именно в Ставрополе. Ксюша Лобачева. У меня личная страничка. В Воронеже планирую. Если получится в этом году. Если нет, то уже на следующий. Воронеже от нас недалеко. Я сажусь за руль и еду. У нас есть местечко на мастер-класс в Туле. В Калуге мест, к сожалению, нет. А в Туле на 29-30 сентября есть местечко по многоярусному торту. А я купила Кенвуд мощностью 1,5. Ну, может у вас не Кукин, шеф? И у Кенвуда, может, уже доработки какие-то есть? Я прозевала, на чем держится малина. На какао масло. Каждую малинку. Самару пока не приглашали. Для этого у нас, чтобы мне не разрываться, да, на все города, есть замечательная онлайн-школа. Добро пожаловать в нашу школу. У нас, вот, да, девочки, молодцы. Ксюша Лобачева уже пишет. Оперативные такие умницы. Я думаю, что вы не пожалеете, даже придя обучаться в нашу онлайн-школу. У нас все доступно, понятно. Нету никаких, повторюсь, там, рогов единорога в рецептах. А даже если что-то вас смутит, я всегда подскажу, чем заменить. Какой объем чаши оптимальный? 4,5-4,8. Самый удобный объем чаши. Это я вам просто из опыта говорю. Оксан, сколько обычно мастер-класс кандибара 7 торта? Вы имеете в виду по стоимости? В разных городах разная стоимость. Все зависит от отеля, перелета, дороги, продуктов. В Владивостоке самый дорогой. В Тимошевске и в Краснодаре подешевле. Оксана в школе супер. Отлично. Ну, кому-то вживую, кому-то онлайн. Кто-то не может, у кого-то маленькие детки. У нас даже вот местные наши и Краснодар учатся в онлайне. Ну, нет возможности посещать живой мастер-класс. Я бы с удовольствием тоже к вам приехала в Самару, если пригласят. Да, крем-чесномасли тоже сюда подойдет. Вы только дайте торту отстояться ночь. Объем часа 4,5. Отлично. Мы пока не планировали ни в Челябинске, ни в Симферополе. Все зависит от организаторов. И, естественно, добрый. Добрый. Спасибо. Да, самый удобный 4,5-4,8-5 литров. Абсолютно верно. Да, от 4,5 до 5 литров. Если вы в июле оплатили книгу, Лариса, вам уже должна была она прийти, напишите мне, пожалуйста, в личку имя, фамилия, и мы с вами разберемся. Николай уже отправку делает даже тем, кто в сентябре бронировал. Напишите в личку, мы проверим, разберемся, все, найдем, что куда делось. Мы очень дорожим своей репутацией. Поэтому разберемся. Новичкам научных мастер-классов тяжело. Мои мастер-классы рассчитаны на новичков. Особенная программа 7 тортов. Поэтому не бойтесь, разжую и в рот положу. Разрез шикарный. Я тоже считаю, что разрез у нас с вами получился замечательный. Декор тоже. Сейчас 2 минуты, я заканчиваю. Эфир у нас уже заканчивается. Получила книгу супер. Я рада. По книге, кто желает, напишите тоже в личку. У меня есть своя замечательная книга с 19 рецептами. Ну, а в какие города, если я вдруг не приехала, уж простите, добро пожаловать в нашу замечательную онлайн-школу. В нашу дружную команду кондитеров онлайн-школы Оксаны Лобачевой. Я думаю, вы не пожалеете. Что за книга, пройдите на мою страничку Ксюша Лобачева. Там есть в IGTV несколько постов, где я рассказываю, показываю, листаю каждую страничку. Такая красивая подарочная книга. Сейчас. Дайте, пожалуйста, мне одну книжку. Быстренько. Я покажу, пока у меня минутка эфира еще есть. Нет, вам не будет на профи сложно, не сложно. Я сейчас новичок на профи, не сложно, нет, нет. Профи это имеется в виду большой пакет, более наполняемый, там чего только нету. Ну, тут будет у вас в зеркальном отражении, так как я на переднюю камеру снимаю, да. Вот такая вот книга, смотрите, 19 рецептов, торт моей души. Быстро я, конечно, показать не смогу, у нас осталось пару минут эфира. Пройдите в IGTV, пожалуйста. Сейчас хоть так немножко листану. И вы увидите там все. Вот, например, торт Сникерс. Посмотрите, вот. Пошаговые картинки. Видно хорошо? Все с описанием подробным. Нет, рецепта еще не было. Терпение, пожалуйста, немножечко. Как только я сегодня освобожусь, сделаю все. В Тимошевские мастер-классы и в октябре, и в ноябре. Больше не будет в этом году. Напишите мне в личку. На страничку Ксюша Лабачева. Посмотрите, какой песочно-малиновый торт. В этой книжке очень все интересно. И пошагово. В Калуге следующий будет в марте или в апреле месяце. Добро пожаловать в Тулу. Она совсем рядышком от вас. И там есть два места. Ложусь с ней, просыпаюсь с книгой. Спасибо. Жду книгу по закусочным. Это, по закусочным, это будет третья книга. Вторая книга планируется по... Вторая книга планируется по десертам, а третья уже по закускам. Надеемся, что к лету выйдет вторая. Если будет побольше времени заняться ею. Спасибо всем огромное за сегодняшний эфир. Рецепт чуть позже немножко потерпите. Все отфотографирую, выложу. А вообще уже в гости на пороге не успеем сфотографировать. Не будет разреза, они сейчас все съедят. Вот стоят все и ждут. На торт приехали. Я шучу. Всем хорошего вечера. Доброго времени суток. Всем пока-пока.